добрый вечер добрый вечер дорогие мои малыши добрый вечер всем 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 слышно меня хорошо хорошо слышно замечательно я сегодня вам рассказываю про гостеприимство и про ложную клятву вы знаете что клясться клясться не следует без особой без особой необходимости без особого особой какой-то надобности ни в коем случае нельзя клясться нельзя давать клятвы вы знаете что даже если мы что-то обещаем мы всегда обязательно добавляем что мы добавляем когда вы что-то обещаем бли что блин эдер совершенно верно блин эдер без клятвы мы обязательно говорим блин эдер без клятвы если мы что-то обещаем тем более тем более ни в коем случае нельзя нельзя наружу нельзя клясться именем ашема или клясться торой ой и ни в коем случае если человек вдруг поклялся ни в коем случае нельзя 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 клятву нарушать ни в коем случае нельзя клятву нарушать вы знаете что было описано у нас в талмуде в иерусалимском талмуде описана такая история был один один праведный еврей которого звали раби шимон бен антипатрис раби шимон бен антипатрис он очень любил приглашать гостей все все кто нуждались в ночлеге или негде было пообедать или поужинать о если они были недалеко от дома раби шимона бен антипатриса они могли прийти к нему он всех пожалуйста приглашал он усаживал всех за стол и он и он выставлял вкусные кушанье и тех кто стеснялись стеснялись сразу начинать кушать он уговаривал пожалуйста пожалуйста покушайте вот ну вот дошла до мудрецов странная весть несколько человек которые побывали в доме у раби шимона бен антипатриса они потом жаловались они жаловались на что они жаловались не жаловались на то что раби шимон он их уговаривал и упрашивал по есть и кормил их и поил их и в конце когда они уже должны были уходить когда они собирались уходить он вдруг начал их бить бить ой не понимают не мудрецы что такое случилось с раби шимоном почему он себя ведет так странно почему он бьет гостей которые от него уходят что это за костеприимство такое сначала он уговаривает их поесть он уговаривает их попить накормит на поэта потом когда они собираются уходить он их бьет мудрецы и мудрецы не могли принять решение по слухам а от кого-то слышали а кто-то сказал поэтому мудрецы решили выяснить выяснить в точности что же такое происходит в доме раби шимона бен антипатриса почему что неужели он действительно бьет своих гостей как такое может быть кто же пойдет выяснять кто же пойдет это выяснять кто же пойдет это проверить ведь тот кто пойдет к раби шимону бен антипатрису а вдруг он потом его тоже побьет никто никто не хотел чтобы его побили никто не не хочет чтобы его побили правда кто же пойдет проверить что там такое такое непонятное происходит с этим раби шимоном в конце концов раби шоуа бен ханания сказал я пойду я пойду и я посмотрю как он себя ведет с гостями я все выяснил и даже если он меня побьет ну ничего страшного что поделаешь наверное наверное так ашем так ашем решил если мне положено быть побитым то пусть меня лучше побьет раби шимон бен антипатрис чем какой-нибудь чужой чужой злодей и раби шоуа бен ханания он отправился в ту деревню где жил раби шимон бен антипатрис вот он подходит к дому раби шимона он постучался постучался открыл открыл сам раби шимон с радостью с радостью встретил своего гостя и вот сказал раби раби шо сказал раби шимону шаломных араби уважительно с ним поздоровился раби шимон бен антипатрис ему ответил также уважительно еще более уважительно он сказал шаломных араби умори здравствуй мир тебе а мой равин и учитель о как он его назвал очень-очень уважительно раби шо сказал я проходил мимо мимо этого места и уже время позднее а мне негде остановиться я устал с дороги о пожалуйста пожалуйста сказал раби шимон заходи заходи ко мне домой у меня ты можешь и отдохнуть и поесть и набраться сил раби раби шо вошел в дом раби шимона и он все ждет ну будет его бить раби шимон или не будет пока пока что все нормально пока что пока что его никто не бьет он вошел в дом раби шимон раби шимон приглашает его проводит его в большую гостиную он говорит вот здесь вот справа в маленькой комнатке вот посмотри здесь ты можешь оставить свои вещи положить свои вещи здесь есть здесь есть удобная кровать с мягким с мягким матрасом где ты можешь отдохнуть после дороги и сейчас я прошу тебя сядь за стол и отведай вместе со мной вкусных вкусных кушань раби шо положил свои вещи в маленькой спальне и вошел в большую гостиницу раби шимон усадил его рядом с собой за большой стол и ставит перед ним ставит перед ним всякие вкусные кушанье пожалуйста пожалуйста угощайся пожалуйста кушай раби шо раби шо он сразу послушался сразу стал кушать раз хозяин ему предлагает кушать он стал кушать и он все время ждет ну сейчас будет бить или не будет бить будет бить или не будет бить? Пока что не бьет. Пока что все в порядке. Ай-яй-яй-яй. Рабишо покушал, наелся, напился. И хозяин Рабишимон проводил его до его спальни. Рабишо после долгой дороги и сытного ужина лег спать. Будет бить или не будет бить? Нет, пока что никто не бьет. Пока что никто никого не бьет. Рабишо спал всю ночь. Действительно, кровать была мягкая и удобная. Он хорошо выспался. На утро он проснулся. Рано, 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 рано. Еще, еще только, только, только начинает чуть-чуть, чуть-чуть темнота чуть-чуть сменяться первым, первым, первым светом. Еще не видно даже ни одного лучика солнца. Рабишо встал, он умылся, умылся из лоханки, из такого, так вы знаете, что в те времена не было крана, который открываемый, течет из него вода. На ночь специально ставили кувшин с водой и большую лохань рядом рядом с кроватью, чтобы можно было утром сделать на тела отъедаем и протереть глаза после сна. Умыться. Он умылся, сказал благословение и вышел из маленькой комнатки. Рабишимон Банантипатрис сидит в большой гостиной и он сидит за столом и учит Тору. Он учит Тору. Он уже проснулся еще раньше, а может быть даже и вовсе не ложился спать. Рабишо у него спрашивает. Уважаемый, уважаемый Рабишимон, разреши мне, пожалуйста, сходить в микву и после этого на молитву. Пожалуйста, пожалуйста, прошу, вот там вот направо, направо, прямо потом и еще чуть-чуть налево и там наша миква, где ты можешь окунуться, чтобы очиститься от ритуальной нечистоты после сна и после этого ты выйдешь из миквы, повернешь направо, еще раз направо и будет там синагога, где самый ранний утренний миньян собираются молиться на шахарид. Самый первый миньян, кто-то знает, как называется самый первый миньян утренний? Кто у нас знает такую вещь? Кто-то знает? Нет? Не знает? Первый, самый первый утренний миньян шахарид называется Ватикин. Ватикин. О, праведники, праведные евреи, которые стараются помолиться с первыми лучами солнца, начать молитву, они молятся к Ватикин в этом самом первом утреннем миньяне. Рабишоа, Рабишоа окунулся в Микву, Рабишоа отправился на молитву в самый первый утренний миньян, он помолился вместе с остальными праведными евреями, и Рабишоа Бен Антипадрис тоже молится в этом миньяне, и пока что незаметно и не видно, чтобы он собирался кого-то побить, никого, никого он не бил пока что. вернулся, вернулся Рабишоа в дом Рабишимона, и Рабишимон снова накрывает стол и ставит перед ним кушанье и напитки, и все еще, и все еще пока что не бьет, никто никого не бьет. Рабишо покушал, он выпил вкусного сока, который подал ему Рабишимон, и он спрашивает у Рабишимона, мне, мне пора отправляться дальше в путь, ты не возражаешь, ты разрешаешь мне отправиться дальше? Да, конечно, конечно, я очень рад был такому замечательному гостю, и я с радостью провожу тебя, я покажу тебе, как выйти из нашей деревни, самым прямым путем я тебя провожу. Вот выходит Рабишо из дома Рабишимона, Рабишимон идет, за ним следом провожает его, Рабишо, он все ждет, ну, сейчас, сейчас он начнет бить, начнет сейчас бить, нет, пока что не бьет, вот он идет, 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 и он почувствовал, что сзади Рабишимон остановился, остановился, он же его проводил до самого, до самого края, до околицы деревни, и остановился, дальше Рабишим, Рабишо пойдет, пойдет дальше один, и все еще его никто не побил, что же, что же, что же он скажет остальным мудрецам, как, как он, он ничего не выяснил, получается, Рабишо, он все ждет, ждет, он обернулся посмотреть, он обернулся посмотреть, видно на картинке вот здесь, что он обернулся посмотреть на Рабишимона, Рабишимон у него спрашивает, Рабишо, что случилось, почему ты на меня так оглядываешься, Рабишо, он остановился, он вернулся к Рабишимону, и он говорит, говорит, Рабишимон, у меня есть к тебе вопрос, у меня есть к тебе вопрос, до мудрецов дошли слухи о том, что будто бы ты, что будто бы ты своих гостей, когда ты расстаешься с ними, ты их бьешь, я, я проверил, и меня ты не бил, можешь ты как-нибудь мне объяснить, откуда пошли такие слухи, и что, что же на самом деле произошло, это правда, что ты бьешь гостей, когда с ними расстаешься, сказал ему Рабишимон, сказал ему Рабишимон, Бен Антипатрис, он сказал ему, ай, Рабишо, ты в гостях вел себя мудро, как и подобает, ты вел себя праведно, ты вел себя скромно, и ты, и ты не спорил, и не перечил, и ты не клялся ложными клятвами, те люди, которые рассказывают обо мне этот слух, совершенно верно, я их побил, но почему я их побил, дело в том, дело в том, что они пришли ко мне в гости, и когда я пригласил их за стол, и поставил перед ними кушанье, они, они стали отказываться, они сказали, нет, 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 ну мы, 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 я не голодный, нет, 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 я не голодный, я сейчас не хочу кушать, нет, спасибо, спасибо, Рабишимон, я их начал уговаривать, я же вижу, что они пришли из дальнего пути, и что они наверняка устали и проголодались, я их стал уговаривать, ну пожалуйста, пожалуйста, садитесь, я с радостью, с радостью приготовил эти кушания для вас, нет, 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 мы, мы не будем кушать, мы, мы, мы не можем кушать, мы, мы достаточно сыты, нет, спасибо, спасибо, Рабишимон, мы не хотим кушать, ну пожалуйста, пожалуйста, я начал их уговаривать, я начал их уговаривать, упрашивать, покушать, Ой, они все отказывались и отказывались, и даже, даже, даже сказали, что они клянутся, что они сытые и что кушать они не станут. О, и когда после этого я все-таки продолжил их уговаривать, в конце концов, эти люди, они согласились покушать. И действительно, когда они кушали, было видно, что они очень голодны. И та клятва, которую они сказали, когда они поклялись, что они не будут кушать, поклялись именем Ашема. Это получилась ложная клятва. Получилась ложная клятва, которую они нарушили. Они клялись, что они сытые, они клялись, что они не будут кушать, они нарушили клятву. А перед этим сколько они спорили, пока согласились покушать, хотя сами были голодные. И точно так же, когда им предлагал отдохнуть и поспать, они говорили, что нет, 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 они дальше пойдут, они клянутся именем Ашема, что они немедленно, немедленно отправятся дальше в путь. В конце концов, они согласились прилечь и отдохнуть, и опять получилось, что их клятва ложная клятва. Сказал Раби Шимон, я знаю, я учил, я учил в Торе, что человек, еврей, который дает ложную клятву имени Ашема, что ему положено наказание. Ему положено наказание Малкот, Малкот, когда его должны за это побить суд, еврейский суд, его должен побить за ложную клятву имени Ашема. И поскольку у нас, у нас в деревне суда нет, а наказание им все-таки положено, и чтобы они не понесли с собой дальше этот грех, грех ложной клятвы, то расставаясь с ними, я их побил. Я их побил так, как им полагается по закону Торы, за ложную клятву, сказал Раби Шимон. Ай, Раби Шуан сказал, теперь я понимаю, теперь я понимаю, что произошло. Раби Шимон, ты был совершенно-совершенно прав, и я подтверждаю, подтверждаю твою правоту от своего имени и от имени мудрецов, которые меня послали. И Раби Шуа, он вернулся к мудрецам и рассказал им всю эту историю. Он рассказал, как Раби Шимон бен Антипатрис принял его, и как проводил его, и как ответил на вопрос, почему же он побил этих гостей. Мудрецы сказали совершенно верно. Раби Шимон бен Антипатрис был совершенно прав. Сказали мудрецы, что человек, когда он приходит в гости, во-первых, он должен вести себя уважительно по отношению к хозяину дома. Если хозяин дома что-то предлагает ему или о чем-то просит его, он не должен отказываться, 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 отказываться. Так что в конце он тогда отказывается, что даже принесет клятву, клятву имени Машема. Ой, и потом, потом эту клятву, не дай бог, нарушит. Поэтому сказали мудрецы, все, что говорит тебе хозяин дома, у которого ты гостишь, исполняй. Не спорь и не отказывайся чересчур много. И ни в коем случае не клянись ложной клятвы, не произноси ложную клятву. Если ты голоден, не клянись, что ты сыт. Если ты устал, не клянись, что тебе не нужно отдохнуть. Так, так постановили мудрецы. И они признали и согласились, что раби Шимон бен Антипатрис поступил с этими дурными людьми, которые пришли к нему в гости и произнесли ложные клятвы, что он поступил с ними правильно и по закону Торы. Вот такая история про ложные клятвы и про гостеприимство. Скажите мне, пожалуйста, что мы можем выучить из этой истории? Я уверен, что никто из вас не подумает, что будто бы из этой истории можно понять, что гостей нужно бить. Правда? Нет? Никто так не подумал? А что же мы учим из этой истории? Скажите мне, пожалуйста, кто мне скажет, что мы учим из этой истории? Мы не должны говорить клятву. О, клятву вообще лучше не говорить никому, а ложную клятву ни в коем случае. Правильно, что еще мы можем выучить? Что еще мы учим? Что постановили мудрецы? Клазар костей. А? Уважать гостей? Тут про это не было ничего. Уважать гостей? Я имею в виду провожать. А, провожать гостей. Совершенно верно. Раби Шимон Бен Антипатрис провожал Раби Юшуа Бен Хананью. Правильно. Да, дальше. Не отказываться. Не отказываться. О, не отказываться. Если что-то хозяин дома предлагает, не говорить ему, не надо, не надо, не надо, не упираться и не отказываться. Совершенно верно. То, что говорит хозяин дома, то, что он предлагает, если это разрешенная вещь, да? Если он хочет, чтобы съели что-то запрещенное, не дай бог, свинину или какую-нибудь некошерную вещь, нет. Это, конечно, нельзя. Но если хозяин дома предлагает что-то разрешенное, кошерное, то отказываться не нужно. Совершенно верно. Что еще? Кто-то еще что-то думает по этому поводу из этой истории? Есть у кого-то еще что-то можно выучить из этой истории? Провожать без битья. Провожать что? Провожать без битья. Провожать без битья, да. Есть еще в этой истории одна такая вещь, что мудрецы, когда они услышали слух о том, что Раби Шимон поступает так жестоко с гостями, они сразу же стали наказывать Раби Шимона? Нет. А что они сначала? Что? Да, 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 Науми? Посмотрели. О, сначала нужно проверить. Если мы слышим, что про кого-то говорят какую-то непонятную, странную и нехорошую вещь, мы не должны сразу верить. Мы должны проверить. Если это действительно так. Мы не должны судить, судить по слухам. Мы вообще не должны верить слухам. Мы, если, если есть какая-то, какая-то вещь, которая нам непонятна, мы должны проверить и выяснить, что же на самом деле. Еще одна очень важная вещь, которую можно выучить из этого рассказа, что иногда бывают такие случаи, когда внешне видно, кажется, что произошло что-то неправильное. А когда мы начинаем выяснять и проверять, то выясняется, что все было правильно, что все было по закону, по закону Торы. А внешне это казалось, казалось, как будто бы происходит что-то несправедливое и неправильное. Поэтому мы всегда-всегда должны быть очень осторожны, должны проверять те вещи, которые мы слышим, которые мы видим и выяснять, выяснять, что же произошло на самом деле. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...